Обама призвал все мировое сообщество присоединяться к трансатлантическому и транстихоокеанскому партнерству. Заявленные ценности впечатляют. Это и новый уровень социальных благ для трудящихся, это и мирового уровня стандарты, до которых смогут дотянуться страны. Это улучшение условий труда, высокая безопасность продуктов питания и даже охрана окружающей среды. В ответ на такие прекрасные условия, жители многих стран-участниц переговоров о партнерствах вышли на протестные акции сотнями тысяч. Что же не устраивает и пугает обычных граждан в предложениях США? На что повлияет заключение таких соглашений? Какова вероятность их подписания? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился доктор экономических наук Валентин Катасонов. 워요 инвестиции. То есть, выходят за рамки обычного соглашения о зоне свободной торговли. До сих пор нету текста этого соглашения. Были утечки в тое время, и эти утечки показывают, что речь идет не только и не только о торговле. Речь идет о том, что фактически конснациональные корпорации начнут командовать государствами. Это, фактически, попытка Соединенных Штатов установить гегемонию над миром. Сначала над Азиатской и Христианской части мира, а потом над Старым Светом. Торговое партнерство узаконит власть транснациональных компаний. Глобализация под гегемонией США приведет к возрастанию безработицы. Исчезнет малый и средний бизнес. Транснациональные компании получат право оспаривать любые законы, защищающие права трудового человека. Законы о соцгарантиях, охране окружающей среды, безопасности продуктов и так далее. Ни о какой демократии и речи не идет. Это тоталитарная система, уверен эксперт. Мир возвратится в средневековье. Они прекрасно понимают далеко идущие планы хозяев денег и транснациональных корпораций. Но думаю, что вот события на Украине, события в Греции, события на Ближнем и Среднем Востоке, они как-то сейчас заставляют европейцев думать. А то они уже совсем разучились думать и действовать. Так что в этом смысле это радует, что такие демонстрации прошли в Германию. И я думаю, что они еще будут проходить. Европейцев беспокоит и личная судьба, и судьба той самой бережно хранимой демократии. Решение о вступлении в партнерство может быть принято недемократическими методами, ведь Европа фактически восстал США, уверен эксперт. Но шанс подписания соглашения о трансатлантическом партнерстве сейчас еще меньше, чем даже год назад. С моей точки зрения, сегодня вероятность подписаний, тем более ретификации, это фактическое соглашение намного меньше, чем год назад. Я не исключаю, что они могут фактировать, то есть поставить свои инициалы, но фактирование это еще не подписание. Все-таки народ как-то просыпается, и я думаю, что очень жаркое обстояние вокруг ретификации соглашения. Если до подписания дело дойдет, то, конечно, на этапе ретификации будут очень жаркие бои. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануни ТВ. Подписывайтесь на канал Накануни ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».